Я ставлю результаты, которые мы получили с Александром Непомничим, который тоже раньше меня выпускник этого факультета, и который много-много раз выступал в этой аудитории, докладывал свои результаты. Вот относительно недавняя его фотография, для тех, кто его помнит. И рассказываю я результаты, которые мы недавно опубликовали. Давайте вот статье, в которой швед пока номер «Страви Святого», но в электронном виде она уже доступна на страничке журналов. Давайте сразу поговоримся о терминологии. Почему перенос, если можно здесь и сейчас? Почему аномальный? Неужели нельзя, как у всех? Давайте, значит, вот что понимается над этими словами. Вот пусть у нас есть течение, которое переносит примесь. Для простоты я буду стараться упрощать все, что можно. Поэтому и течение у меня будут ламинарные, и объемы у меня будут двумерные, и примесь, спасибо. Вот пусть течение переносит примесь. В каждый момент ансамбль частиц можно охарактеризовать через координаты. И вот перенос можно традиционно, для переноса можно, если он не изотропленный, а его охарактеризовать в терминах эффективного терзора гиперизии. Вот так это все определяется. У меня есть среднее положение, оно смещается вместе с течением в центр качестве ансамбля. Я меряю отклонения, перемножаю на отклонения по той же или по любой координате, делю то, что получится на время, добавляю по техническим соображениям коэффициент в двойку, и вот это по определению коэффициента. Это называется, да, осредняем, конечно, по всему ансамблю, вот эти вот красные скопки, это называются компоненты тензородиффузии. Это можно мерить таким способом. Ну, и дело. С пределами могут быть проблемы, но для очень многих течений мы привыкли думать, что почти всегда эти пределы, или я буду говорить просто о пределах не о такси семи компонентах, а, так сказать, в некотором смысле одно тесно, этот предел существует, и не расходится, и, кроме того, не нулевой. И если он не нулевой, а течений таких много, это очень много разных стационарных течений, это течение в случайных полях скорости, достаточно типичных, скажем, с гаушерскими распределениями, это течение, если мы навяжем лагранжевую структуру, то это течение, в которых есть так называемый лагранжев хаос, то есть трёхмерное пространство, в котором течёт жидкость, можно рассматривать как фазовое пространство, и тогда в этом пространстве есть что-то вроде хаотического моря, и в нём островки. Вот есть ли такие течения? Ну, есть ли просто палочки, извините, нет островков. Предел существует, и всё в порядке. И тогда распредел существует, я угрожаю всё это навление, и вот такое вот дисперсия, если хотите, средне-квадратичное отклонение от моментального центра пяжести ансамбля растёт со временем линей. И это принято называть нормальным или диффузивным транспортом. Почему диффузивным? Потому что всё расплывается... Представьте себе, что несколько недель вот этих компонентов вы записывают навление диффузии от точечного источника, и пятно раскрывается вот по такому вот закону. Но есть потоки, для начала довольно сложные, вот как раз если в этом хаотическом макранжевом море есть островки регулярной динамики, есть некие специальные виды турбулентности, на которые наложены законы сокровения, и вот компоненты цензуры диффузии могут обращаться в ноль, а могут, наоборот, расходиться и делаться бесконечно. И тогда дисперсия превращается в вот это вот отклонение в цепенью квадратичную нелинейную функцию региона. В какую-то другую. В разных ситуациях разные. И вот в таких ситуациях говорят, что транспорт аномальный. Это я и буду понимать под аномальным переносом дальше по такому. Если компоненты вектора не так же диффузии обращаются в ноль, то дисперсия растет медленнее, пятно расплывается медленнее, а если они расходятся, то, разумеется, и транспорт растет медленнее. Итак, об этом мы договорились. Вот в случае медленной называются субдиффузии. Я не знаю, может быть, существуют в русском языке какие-то более аккуратные эквиваленты поддиффузия, субдиффузия, субдиффузия, да? Хорошо, я это буду так называть. И о чем я буду говорить сегодня? Я буду рассказывать о том, как вот такой аномальный перенос возникает в детерминированной постановке. В основном я сосредоточусь на этом. Безо всяких пунктуаций, безо всякого шума, безо всяких распределений времен ожидания, как это характерно, скажем, для случайных блужданий. Вот я начну с того, что подвешу, какое явление возникает в ансамблях стационарных вихрей, точнее говоря, мимо ансамблях стационарных вихрей, потом перейду к стоксовым течениям мимо твердых препятствий, потом расскажу про красивую, на мой взгляд, придумаемую, 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 модель, которая позволяет очень здорово упростить эти задачи и в то же время эффективно многое посчитать в явном виде. И, наконец, в конце я постараюсь немножко все-таки рассказать о том, что будет, если включить, но это шум, и тогда шум фруктуации, тогда аномальный перенос сменяется нормальным, но если шум слабый на достаточно больших временах, а на промежуточных масштабах он виден как промежуточная синтеза. Итак, давайте вспомним, вот в большей части этого разговора никаких случайных факторов не будет, а аномалии тем не менее. Итак, давайте вспомним то, что для нас является астмукой. Вот простое уравнение на вне стокса, жидкость. Да простят меня эти стены изотермические, не сжимаемые. И есть два традиционных подхода. Если мы хотим в этой жидкости уменьшить, куда мы помещаем наш изменительный прибор? Мы можем зафиксировать его вот здесь, и он всегда остается здесь, а жидкость течет не на него, и это то, что называется Эйлеров подход. А можем пустить наш прибор дримфовать вместе с течением. Это подход Лагранжа. Изменительный прибор. Вот он прикреплен к нашему пассивному трейсеру. Вместе с ним он обходит разные области, полости или ограниченного течения, меряет где что происходит. Так это подход Лагранжа. И, конечно же, если мы изучаем перенос, такой подход более удобен, более адекватен. Ну и вот мы опять-таки, я возвращаюсь к этим словам, если в ансамбле вот таких вот переносимых потоком частиц экспертсия растет в пропорциональном времени, этот трансфорд принято называть нормальным. Это же аргон просто. Если это не так, то он аномальный в зависимости от скорости. То есть, в какую сторону он отклоняется, быстрее применение, чем линейный закон, он сух или сухоподвижение. Вот, чтобы было еще проще, я откажусь от явной зависимости от времени. Только стационарные течения. Это значит, что эйлеров подход просто делается тримляемым, скучным и ничего не говорящим. В каждой конкретной точке полости ничего вообще не меняется. Видите? По сути, ничего. Что касается лагранжевого наблюдателя или лагранжевого дрейфующего прибора, в каждой точке пространства, по которому дрейфует этот прибор, скорости постоянны. И таким образом пространство заполненной жидкости превращается, можно рассматривать как фазовое пространство. Это динамическая система, и частица движется вдоль фазовой траектории. А фазовая траектория задается компонентами поля скорости. Следующее упрощение. Пусть потоки будут двумерные, плоские. Двумерные, ничего не зависит от времени. И поскольку дивергенция скорости, жидкость у нас режимальная, дивергенция скорости равна 0, то фазовый объем сохраняется. Здесь объем, в двумерном случае, это кусочек плоскости. Это площадь, это площадь. Объем течение, сохраняющий площадь. Раз площадь сохраняется, то вполне естественно, как и всех нас, Си, и как все мы это хорошо умеем, ввести функцию тока. Пусть это будет Си. Вот координаты, вот скорости определяются вот такими соотношениями. И, конечно, это гометоновский язык. То есть вы можете здесь Си заменить на H или H. Вы хотите, это просто гометоновское описание. И компоненты скорости, вот это не со всем топчем мы могли выглядеть, да? Обе, не координаты и импульс, а компоненты скорости являются экономическими переменами. Но так все это очень удобно. И в таких вот стационарных течениях частиц жидкости переносится вдоль изолейной функции топа. Это азот. Понятно, я просто ее напоминаю. А пространство у нас двумя. Вот когда вот трехмерное фазовое пространство, значит, если стационарное течение жидкости происходит в объеме, то в нем, вообще говоря, возможны хаотические траектории. Трехмерное – это то, что называем Лагранжев хаос, Лагранжево перемешивание. Кстати, там бывают разные интересные и красивые механизмы переноса, и об этом стоит поговорить, но не сегодня. А на фазовой плоскости осталось, что не бывает ни трехмерово, ни Лагранжево. То есть течение регулярное, ламинарное. Вот мы возьмем, опять-таки, один из самых простых случаев – квадрат с периодическими граничными условиями. Это, если хотите, математически можно склеить границы, и это превращается в тор. То есть это течение на торе. Вот такая вот периодичность. Верхность скорости периодична по обеим координатам. Но я хочу, чтобы через этот мой квадрат жидкость стекла. И я могу это среднее течение, средний поток охарактеризовать в терминах «прокачек». Вот есть средняя прокачка по иксу, и она… Откуда будет этот параметр аль? То есть если хотите, то что-то, кроме аналога числа нет. Или может быть средняя прокачка в сторону по икру характеризуется числом β. Это интенсивность у среднего течения. И вот у меня такое причудо на следующем разочке объясню, почему? Мне хочется, чтобы их отношение было иррациональным. Течение вязкое, да? Вот оно. Оно вязкое. Это значит, что энергия поглощается. И для того, чтобы всё не остановилось, конечно же нужна сила. То есть я обеспечиваю все силы. Поскольку я ищу стационарных решений, я хочу, чтобы сила моя была постоянно во времени. А поскольку я работаю на квадрате с периодичными градуслами, то мне надо, чтобы она была ещё или однородной, но тогда её можно просто перескалить, или периодично по пространству, по кабелю. Вот самый простой вариант, который приходит в голову. Пусть один из самых простых. Это вариант, может быть, немножко обобщения колонокровского течения. Пусть сила вдоль х будет пропорциональна с синус у ирек, а сила вдоль у будет пропорциональна с синус у. И вот тогда можно записать относительно простое, компактное и точное решение уравнения на геостоксе. Вот так оно выглядит. Здесь сила... Здесь поле скорости, конечно, на таком квадрате периодичное. А вот функция тока, она может содержать в себе георгические слагаемые, вот они, два таких слагаемых, и линейные шлемы, от которых при дефиленцировании остается констатция. Вот так вот выглядит функция тока, она немножко сдвинута по фазам, по сравнению с самой силой, и сдвигает пропорциональный архангельцем вязкости. Если я подефиленцирую, я получаю две вот такие вот компоненты скорости. Все это достаточно простое поле скорости, я напоминаю, это вязкость, альпи и бета, это компоненты среднего потока. И вот теперь это течение на торе, оно характеризуется, как говорят математики, числом вращения. Число вращения можно... Я не буду здесь вводить математическое определение, которое на торе хорошо определяется, и сейчас я скажу, что это означает физическое терминное вращение. Вот у нас есть линия тока, и я совершаю много-много-много оборотов вокруг квадрата. Средний тангенс угла наклона линии тока, вот этой конкретной какой-то, скажем, линии тока, к системе координат, к одной из координатных осей, это и будет число вращения. Средний наклон – это число вращения. Оказывается, что... Я выбираю, я прицепляюсь к какой-то линии тока, оказывается, что в очень большом классе течений, фактически во всех, о которых я буду говорить, вот этот средний тангенс от выбора линии тока не зависит. То есть эта характеристика не локальная, а глобальная, на самом деле, для течения. Если он рационален, нетрудно догадаться, после какого-то числа обхода он рационален. Значит, это отношение двух целых чисел, и после числа обхода соответствующего знаменателю этой дроби, линия только замкнутся. И значит, все линии только замкнутся, они же не могут друг друга пересекать. Это довольно простой случай, а вот если число вращения иррациональное, линии только часто все, ну, по крайней мере некоторые, будут не замкнуты. Вот так может примерно выглядеть поле скорости. И вот перед этих линий, вот изолинией ирображенной краски, они не наносятся частицы, вращаются сюда. Для дальнейшего понимать, на самом деле вязкость можно положить равную нижнюю, чего не изменится. Ну, да. По вашему фону. Да-да. Можно просто сравнивать. Ну, да-да. Ну, да-да-да. Лидко с ней даже будет. Ну, вот здесь вот что. Если мы посмотрим на выражения для скорости, напоминаю, f отблизи до силы. Обе компоненты силы пропорциональны вот эти вот маленькие f. Если силы нет, скорость постоянно, и линии только прямые линии. Я добавляю f по мере ее малости, пока она мала, линии искривляются, но ничего не меняется, и число вращения остается прямыми самыми. Теперь давайте посмотрим, если m достаточно велика, когда-нибудь поступает момент, когда впервые, например, вот это выражение может сменить знак. Или вот это выражение может сменить знак. Мне надо, вы сейчас увидите для чего, чтобы обе компоненты скорости могли поменять знак. Это происходит, здесь порогово легко определить отсюда значение скорости, вот так оно определяется, значение m не поднесимо, вот так оно определяется, и оказывается, что вот в этой вот структуре происходит перестройка. В каком-то смысле это пологическая бифуркация, это не бифуркация, связанная с потерей устойчивости чего бы то ни было, а вот меняется геометрия течения прямого до критических силах, линии тока охватывают, проходят через весь квадрат, и все это вот разомкнуто, а такие гладкие грибы или линии, но при критическом значении на паре симметричного, при течении симметричного власти, как вы видите, образуется значение возврата, и после того, это впервые образуются неподвижные точки, и после того, как я перешагиваю через порог, эти точки распадаются, появляются, я не знаю, не очень четко, но, наверное, видно, надеюсь, бифри. Итак, появляются два изолированных вихря, в центрах сидят лимфические точки, они окружены замкнутыми линиями, и та жидкость, которая внутри вихрей, она больше никуда не течет, там круговое движение, ну, конечно, строго говоря, не круговое, там лимфическое движение, а вихри, ограниченные сепаратрисами. Вот, кроме электрических точек, есть еще седловые неподвижные точки, все вот одно здесь, и другое вот здесь, и вихри, ограниченные сепаратрисами. Значит, снаружи от вихрей протекает глобальная компонент. Конечно, никакого среднего угла наклона для внутренних вот этих реактивов нет. Ну, там все локализовано. А вот для глобальной, которая продолжает быть, по-прежнему остается ровно то же самое число вращения. Что я еще хочу сказать, это важно. Сейчас может показаться странным, но действительно, постарайтесь запомнить, здесь из асимметрии рождаются такие вращающиеся навстречу друг другу, и, как ни странно, у этой конфигурации имеет свои транспортные свойства. В отличие от той, которую я покажу на следующей пленке, если я беру более сложную силу, долго выписываю длинные выражения, но тоже точное решение уравнения на гестокса, то увеличение амплитуды приводит к структуре, в которой появляются вот такие вихри, они все вращаются в одну сторону. Они тоже ограничены сепаратрисами. Вот сидящими на середине седловой точки я показываю сразу в шпиле в жизни, чтобы было видно, как это все устроено, то есть учителенный квадрат, и там происходит с точки зрения топологии, с точки зрения числа вращения ровным тем же переменам, а вот разумные свойства могут другие, забегают другие. Вот так происходит переход в этой структуре течения. Оказывается, что этот переход сильно меняет динамику. Мы по-прежнему на плоскости, хаоса никакого нет, но давайте допустим наши частицы дрейфовать, будем мерить, что меряется по дороге, а по дороге меряется скорость, и посмотрим, например, спектр мощности и самой скорости. Вот так выглядит спектр мощности для слабого порсинга, для слабой силы. Обычный такой спектр дискретный, потому что это течение анатолия, квазипериодика. Обычный дискретный спектр, возникает масса комбинационных членов, но в общем ничего особенного, четное значение. А вот с той стороны, когда имеется и я беру частицу, конечно, не сидящую, вокруг лихряда, для любой частицы внутри лихряда, динамика геологическая, а частицы глобальные компоненты, то я вижу вот какой-то такой гораздо более изрезанный спектр, с гораздо более попрым дном, по-прежнему, с большим числом особенностей, но более слабых, и можно показать, что этот спектр в круге, как говорят, сингулярно непрерывным. Он все еще не абсолютно непрерывным, как это бывает в случайных системах, он сингулярно непрерывным, и он поддерживается брактальным множеством значение частоты. Это необычная ситуация, это еще не хаос, не может быть такого хаоса в другом системе, но это вот такое вот чуть-чуть забывающее себя течение. спектр, как мы знаем, Багерия и Хинчина, имени Рахинчина, спектр и автокерреляция это близнецы-братья, и мы можем то же самое выразить, в каком-то смысле выразить этот результат на языке, на языке, мы переходим из пространства частот, пространства времени, совершаем пугет преобразование, и тогда у нас наша детская автокерреляция, она вводится вот таким стандартным образом для скорости, скажем, для Х-компонента скорости. Я меня интересует автокерреляция через время Тау, я усредняю произведение компонент скорости в моменты, разнесенное на Тау, усредняю вдоль всей интеллектомии, я вычитаю на всякий случай, а вдруг это не ноль, средний квадрат, и я еще и нормирую, вот тут вот внизу, на квадрат, э, извините, я вычитаю квадрат средний компонента, а нормирую, я беру на средний квадрат. В результате того, что я нормирую, я получаю величину, которая корреляется между минус единицей и единицей. Если все раскоррелировано, то моя автокерреляция где-то около нуля, если все очень коррелировано, она может быть единичкой или антикорреляция минус один, и так я беру вот такое вот число вращения, так называемое золотое сечение, мы чуть-чуть поговорим о нем позже, а пока просто вот давайте договоримся, это вот такое вот забавное число, наверное, многие из вас встречали его в других примерах, оно часто и в биологии, и в физике твердого тела, и в астрологии, а так это примерно, это что-то так, 1,26-1, но это и рациональное число. И так, вот так выглядит функция автокерреляция, для течения, в котором вихрей нет, если маленькая. Нормальная такая, хорошенькая автокерреляция, которая долеблется, у которой есть подходы к единичке, то есть есть характерные времена, при которых система вспоминает себя, и чем дальше, тем лучше. это не периодически, это квазипериодическое течение, поэтому точного возврата к единичке нет, но как угодно, близко есть. А вот система с вихрями, вращающимися в противоположные стороны. И автокерреляция выглядит совершенно иначе. посмотрите вот на эту периодическую решетку. Видите, есть спики, это сделано чисто. Есть пики автокерреляции, пики эти периодические, примерно, и они не очень большие, так, 0,3, скажем. А теперь посмотрите на 8. Это в общем никакая не линейная ность, это логарифмическая. То есть это логарифмическая решетка. И это значит, что пики на самом деле, чем дальше, тем реже происходит. Чем дальше, тем реже система вспоминает о своем прошлом. Происходит некое забывание это свойство вот таких вот систем с протокальными спектрами. А если мы возьмем течение, в котором бифи вращаются все в одну сторону, так и пики даже затухают, неэкспоненциально, по степенному закону, который мы можем тут оценить, но это интересно. Система, на самом деле, интегрируемая, как мы помним, это система, давайте вернемся назад, к самому началу, плоское уравнение, ничего не зависит от времени, функция то, как в сущности это гамильтониян, гамильтоновская система с одной единственной степенью свободы, и в ней есть интеграл, это само значение в этой цикле. Система интегрируемая, тем не менее, в ней происходит степельное спадание, затухание, корреляция. Пожалуй, что, насколько я уже так понимаю, это максимальный беспорядок, который может себе позволить двумерная система. Хаоса настоящего не может. Ну, хорошо, это все подготовка, мы пришли с вами поговорить о переносе. Давайте охарактеризуем смещение, выпустим трясер, ну, частицу, из какого-то места, есть смещение за время-то, есть дисперсия, среднее дубротичное отклонение, я выкидываю, если у меня много таких частиц. Конечно же, центр тоже переносится течением, поэтому я должен здесь средний квадрат, средний гоординат тоже вычистить. А дальше опять вспомним, мы ожидаем какого-нибудь такого степельного закона, и нормальная текущая, соответственно, альфа равен 1,2. Вот я тут посчитал, что-то довольно давно численное, я вижу, эти системы с вихлями, которые вращаются навстречу друг другу, получается на небольших временах, тут тоже, тут экспоненциальные, тут же экспоненциальные координаты, получается вот такая вот кривая для системы с вихлями вращающими в одну сторону, вот такая, и они относительно фиксируются. Не обращайте на эти числа внимания, мы увидим дальше, что все стоит не совсем так, но в любом случае это явно гораздо медленнее, чем диффузия. С одной и так, дисперсия растет, то есть ансамбль расплывается, транспорт имеет место, с другой стороны, он явно медленнее, чем диффузия. Так, теперь мы идем к совершенно другой ситуации, качественные. Переставим себе поток через двояк периодический ансамбль твердых петерсов. Пусть эти петерсы будут круглыми, вы можете думать, если вы думаете о приложениях, что у вас есть решетка стержней, и стержней, и идущих от реактора, и вы охлаждаете эти стержни протокол жидкости. Вот вы смотрите сверху, эти стержни вы видите, это течение, и пусть это все происходит достаточно медленно, мы сделаем на естокса. Просто уравнение стокса дегармонической двойной лапаз обращается в ноль. Теперь у нас гранусловие выглядит иначе. на всей границе каждой таблетки скорость идентично обращается в ноль. Я по-прежнему навязываю периодичность, пусть это, скажем, длиной может быть единичной. Можно написать букву Э, и по-прежнему я захочу, чтобы жидкость двигалась, чтобы все тепло, чтобы происходило охлаждение, я навязываю прокачку в обе стороны. Опять, значит, можно говорить о числе вращения. На самом деле мы посчитали, есть, в принципе, даже точное решение термина филиппических функций для такой задачи, а так когда-то мы посчитали это с Артуром Штрауба, выпускником этого университета и докладчиком в этой комнате. Вот так примерно выглядит течение, если я смотрю несколько идей, вот так выглядит поле изоления, и вы видите, вот каждая изоления отсюда плотна на плоскости, везде кроме таблеток, и каждая изоления иногда проходит примерно посередине, между таблетками, между цилиндрами, а иногда подходит очень-очень близко к поверхности. А очень-очень близко происходит что? там скорость обращается почти в минуту. То есть относительно быстрое движение где-нибудь посередине сменяется когда-нибудь фактически остановкой, почти остановкой, где-нибудь страшно медленным ползанием цилиндр. так происходит, во-первых, если я рассматриваю это на бесконечных переменах как угодно много раз, и скорость делается иногда как угодно медленно. Оказывается, что в результате и в этом причине тоже есть спадающая длинная перевязка и тоже есть аномальный перенос. И если я тут в тех же терминах буду характеризовать перенос, то есть смещение средней компоненты смещения среднего квадрата то мы тогда с Артуром увидели, мы ожидали, честно говоря, что-то вот такое видели, вот есть, и они фидируются черно, тоже на это число большого внимания сейчас обрушать внимания не надо, но оно надежно больше, чем одно второе. Это слабая, но все-таки супер гиффузия. Это супер гиффузия в ламинарном течении без какого-то будто не было шума. То есть вещь необычная, удивившая нас самих, но мы ждали этого, правда, и достаточно удивившая даже редактора формала, согласившись ее опубликовать в тему гиффузии. А теперь давайте посмотрим, что происходит в больших ансамблях. ситуация и тут, и тут это поток мимо вихря одного вихря. Все проецируется обратно как утра. Это поток мимо твердого цивилинга. И тут, и тут я начинаю с того, что я помещаю десять тысяч частичек в одной маленькой круглой капли и даем римфовать. И вот вы видите, что и тут, и там потихоньку круглое морепостно сначала деформируется, потом она вытягивается и обтягивается вокруг твердой 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 частицы движутся быстро на самом деле дискретные вещи и через достаточно большое время здесь это происходит быстрее для перелепания на линии это происходит быстрее для застревания в одной точке медленно все равно с тем результатом частицы рассредотачиваются по всей поверхности квадрата по всей доступной поверхности квадрата разумеется, поскольку нет диффузий, никто из них в этой ситуации внутренне не проникает а механизм всего этого что здесь происходит замедление а в результате замедления происходит декорреляция представьте себе две вот эта картинка собственно объясняет эту динамику которую я показал раньше представьте себе две частицы которые входят в такое течение и подходят близко вот здесь к точке застоя одна из них движется по линии которая чуть ближе к точке застоя а другая чуть дальше они вошли вместе они подходят к точке застоя почти одновременно а потом одна застревает на больший срок а другая раньше уходит и на выходе они уже размещены конечным расстоянием вот так возникает декорреляция когда это все происходит много-много раз эффект накапливается кумулятивным результатом является то самое охракталивание спектра и спадание вот так потихонечку происходит перемешивание вот они покрывал их весь квадрат я только хочу вам напомнить что у нас не сжимаемая жидкость и значит сохранение площади поэтому если я на любой такой картинке просуммирую площадь всех вот этих синих точек то она окажется все равно равна площади начального кружка и здесь есть еще один забавный момент течение обратим на эту гуляторскую динамику и диффузии нет а если диффузии нет я могу взять эту последнюю картинку обратить в ней обе компоненты скорости и смотреть что будет и все потихонечку потихонечку полегонечку соберется обратно вот этот кружок конечно только на момент потому что если я позволю времени идти дальше то это снова все растет и вытащит ну вот такой тут забавный момент и вот все это приводит конечно еще к переносу к нормальному переносу вот такие тут вещи еще раз может быть чтобы охарактеризовать все это количественно вот у нас есть вихрь обтекание я запускаю много-много частиц с этой стороны и жду пока они появятся на другой стороне есть сепаратриса которая влипает прямо в седло если я запущу частичку по сепаратрисе она никогда не доедет до конца значит время обхода имеет сингулярность особенность и можно показать вот с правой стороны с левой стороны я мерил численно особенность логарифмическая вот x0 координаты сепаратриса на входе и время выхода зависит от координаты на входе по обратному логарифмическому закону а вот если я прохожу через зону застоя около твердого то закон оказывается это потом мы увидим а даже можно оценить вывести мы обсуждали это закон оказывается обратную корневую то есть вот здесь вы видите вот есть скажем вот это вот x0 по непрерывности здесь есть линия только подтекающая цилиндр слева по непрерывности должна быть одна хотя бы которая утыкается в него то пусть у нее будет координат x0 и время обхода пропорционально корню из обратного корня из исходного это более сильная она будет поэтому более быстро вот можно иметь транспорт при этом на самом деле осреднять поскольку здесь и можно брать длинную траекторию но оказывается что эта траектория нужна потому что не как правило для того чтобы нет качественно мы все видим несколько соток оборотов но для того чтобы надежно считать разумные характеристики тысяч и даже десятков тысяч не хватает медленно все сходится медленно из-за того что корреляции спадают не экспоненциально а логеврически все сходится страшно медленно вот хорошо это сотни миллионов по обороту представьте себе да мы работаем численно если мы гоняем по решетке цилиндров значит мы должны решать уравнения в частных производных или уравнения здесь сводится обыкновенные тем не менее на таких огромных временах наверно будут какие-то погрешности которые могут покортить нам результат на каких-то колоссальных временах ошибки дискретизации и хочется чего-то большого и лучшего по поводу все-таки даже на очень первых процессорах сотни миллионов проходов тогда когда мы об этом начинали речь и теперь это в принципе возможно но хочется чего-нибудь в немецком языке есть такое выражение длинношерстная корова несущая яйца а нет длинношерстная стоящаяся свинья несущая яйца то есть универсальное средство хозяйство вот хочется чего-то такого чтобы с одной стороны очень сильно упало количество процессорных операций а с другой стороны очень сильно зато возросла точность мне кажется что это не совместимо и тем не менее это можно вот давайте с него посмотрим на эту картинку обтекание с другой точки зрения это просто что делает частица которую тут несет в принципе это блуждание конечно не случайно это детерминированный блуждание и если мы посмотрим вспомним про периодичность то это блуждание по прямоугольным или по квадратным решеткам и мы можем тут очень естественно вот видите здесь одна такая красная мы можем вести отображение отображение с вертикальной хорошо с одной горизонтальной линии на другую на третью на четвертую через период решетки и тогда это отображение это просто отображение окружности интервал более единичный со склеями и по иксу это просто вот такое ну хорошо это не отображение окружности это тривиальный сдвиг а по иксу это вот получается вот такое отображение и здесь возникает то самое число больше что хорошо и свойства этого отображения свойства этого отображения изучены очень здорово но на самом деле не все так просто потому что потому что мы смотрим давайте мы осределяем по потоку и мы видим вот эта вот ячейка прошлась быстро а тут частица застряла двигалась может быть сто раз больше и поэтому изучить гораздо больше вклад в осредненные спектральные коррекционные транспортные практики надо это как-то учесть и вот время итерации так сказать это отображение может быть разным то мы итерируем очень быстро а то медленно простой нумерации не хватает и есть конструкция в органической теории которая учитывает это и называется специальный поток ее ввел когда-то в 33-м году по ходу в ситуации он показал что учет времени здесь позволяет менять спектральные свойства выглядит это примерно так вводятся две координаты я опускаю технические детали кому интересно мы можем потом об этом поговорить частица находится в какой-то точке с постоянным уксом и с единичной скоростью движется вверх какое-то время какое-то подходящее время а время это зависит от икса там достигнут границы она делает элементарный скачок произошла итерация и снова движется вверх с единичной скоростью до течка а потом новая итерация и так далее а вот функция эта может быть ограничена а может быть и неограничена это то самое время проходит через квадрат вот и вот теперь нам надо построить специальный поток для жидких потоков какие там бывают особенности самое простое если нет никаких точек неподвижных точек вообще то тогда такая функция ограничена и там спектр будет дискретнее и адрекция будет регулярнее и ничего интересного если у нас есть обычные изолированные точки то там то там логеритмические особенности появляются такие особенности они логеритмические я опускаю пять деталей если точки структурными устойчивыми то есть как раз когда они возникают или когда они потерпевают дефоркации то там чуть-чуть более сложный аппарат можно написать нормальную форму и это гемельтоновские дефоркации в общем можно показать что время прохождения характеризуется степенным законом степень капа здесь зависит от вырождения дефоркации так сказать дефоркация размерности 1 2 3 вот это вот m и видно что это число ограничено сверху ограниченность оно всегда меньше чем одна вторая то есть это то что это может быть одна шестая одна четвертая это стремится к одной второй это то что мы называем слабые сингулярности а вот если скажем здесь обтекание происходит по целой границе можно примерно приближенное решение окон окон квадрат выглядит так можно оценить там обратный квадратный я собственно только перехожу по результатам и вот мы видим что для слабых степеней вот так растет дисперсия и с помощью формализма здесь который для спецпотопов построенной помощи мы видим что получается субдиффузия и показатели ее просто для как то есть получается что действительно для ситуации когда у нас одна вторая и больше интеграл нужен для оценки расходится и здесь мы это все аппроксимируем случайным блужданием вместо отображения на окружность и тогда мы видим что получается другой закон с вот таким вот показателем и при калку больше чем одна вторая как это больше для цилиндра или как это скажем должно быть для цилиндра который обтекается не ньютоновской жидкости супердиффузия а кроссовер вот так это выглядит если вот здесь вот у нас есть супдиффузия вот здесь супериффузия тут эти два закона пересекаются там как раз одна вторая это довольно интересное место там оба подхода не работают но можно сделать асиментатический подход и там оказывается что там идет то что мы то что нам казалось степень 0,6 там 1,2 на самом деле это те логоритм это слабая супердиффузия тоже вот это то что соответствует с токсичной задачей вот можно показать что этот транспорт еще и мультифрактальный и в конце я может быть так теперь возвращаясь обратно мы видим что эти сингулярности около тех сингулярности особенно если логарифмически это более слабый поток и там примерно логарифмический рост транспорт это тоже супердиффузия вот теперь я просто может быть совсем уже ничего нет да? хорошо ладно тогда я просто хочу сказать что вот вот эта кривая они еще и они не монотонны здесь возвраты эти возвраты соответствуют наилучшим возвращениям наилучшим приближениям и рациональному числовращению и вот так это выглядит во ритмической сетке здесь числа фибоначчи соответствуют наилучшим приближениям и при определенном выборе единиц скейлинга получается вот такая автомодельная кривая то есть есть фрактальность разворачивающаяся во времени в этом процессе ну хорошо все значит таким образом детерминированные механизмы исчерпаны а если говорить о недетерминированных то оказывается тоже мы видим если мы включаем шум мы видим что все в принципе выходит на вот такую вот линию с наклоном одна вторая для транспорта нормальная текутия все хорошо но если шум слабый то выход на нее происходит очень поздно а между а до выхода появляется длинный кусок переходного режима который фактически вот это баллистический транспорт это связано со взбатом частиц внутрь вихля вот примерно так пустые такие механизмы переносы спасибо за терпение спасибо спасибо я сам начальник задам чтобы для себя понимать что вязкость рояля не играет она меняет толичество но она принципиально иначе у меня для задачи стокса мне надо чтобы объявление скорости не 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 ни 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 цилинд то у меня только цилинд понятно да на двадцатом слайде было про то что для стоксовского обтекания цилиндров получается время единицы на корень там для то есть насколько я понимаю дело в том что в окрестности вот этой вот точки которая с точки стоксации выпадает отображение получается таким образом что вот этот факциальный параметр он переходит в корень после прохождения этой точки стоксации из-за этого а в этой среде вопрос если у нас на поверхности есть заострение но при этом оно не выпуклое для выпукого не будет особенности на поверхности есть да есть его но при этом вогнутая не будет ли для окрестности этой точки другой заход с фигнацией из-за которого частица подлечит там дальше а вторая соответственно у нас понятно отображение для невязкого обтекания было бы просто линейное и в корень с одной стороны но с другой стороны не было бы при этом замедления буквы поверхности но опять таки если у нас короче вопрос зависит то опять таки там может быть точность 13 и куличное время это вопрос если коротко мне кажется если я правильно восходил там возникнут боковые лихли около и там будет пять мне кажется что возникнет комбинированная особенность дополнительная и исходной корневой она будет но мы можем поговорить еще вопросы очень короткие спасибо большое спасибо 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 спасибо